В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели» в студии Ашемес Пхешков. Доброе утро! Экскурсия от первого лица. На этой неделе глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов лично провела знакомительную лекцию для школьников на базе САОРАН. Она прошла в рамках Образовательного Всероссийского общества «Знания». Об участниках экскурсии и их впечатлениях расскажет Альбина Ламкова. Российское общество «Знания» ведет глобальный просветительский проект для молодежи. В нем рассказывают и знакомят с разными регионами нашей большой страны и их руководителями. Темы в проекте разные и затрагивают все сферы жизни. В нашей республике выбрана научная повестка, так как САОРАН представляет уникальность для всей России. Цель проекта – показать регионы с разных сторон, чем наша страна уникальна, насколько она разнообразна, и, собственно, показать, провести лекцию-экскурсию для молодежи, победителей Всероссийских олимпиад и других конкурсов. Впечатление о пребывании в нашей республике? Очень тепло, очень вкусно, очень красиво. На лекцию-экскурсию в обсерваторию прибыли школьники из разных городов России. Они участники движения «Большая перемена», а также ребята постарше – участники Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Вы увидите большой телескоп, ну а самое главное, что эту экскурсию и лекцию для вас проведет наш глава Рашид Борисбевич Тимрезов. И размеры, и красота строения впечатляют. Здание обсерватории в горах – самый крупный астрономический центр России с интереснейшей историей создания и развития. Экскурсия-лекция началась уже с порога. Поднимаясь по лестнице в здание, где находится большой телескоп, азимутальный. На первом этаже довольно-таки высокий потолок представляет собой красочный витраж звездного неба со всеми известными созвездиями и звездами. Далее, поднявшись почти по винтовой лестнице, все дошли до телескопа с зеркалом. Комната обустроена различными кнопками, которые управляют всей этой махиной. Ребята с неподдельным интересом слушали главу Рашида Тимрезова о судьбе зеркала, о телескопе в целом и о его характеристиках. В принципе, спичку где-нибудь по Владивостоке зажгут, и мы ее будем наблюдать. Условно говоря, да. Рассказ был о том, как это все создавалось, перевозилось, строилось и возводилось. Сопровождалась лекция со стендов с фотографиями. На самом деле, какой-то колоссальный труд рабочий. Наверное, вот такая была стройка под эгидой Академии Новгородского Министерства обороны. Говорили о принципах работы телескопа, о том, как организована исследовательская и научная деятельность сотрудников сейчас и какова она была в прошлом веке. Интересны и факты о жизни астрофизиков. Построен позапрошлым веком и до сих пор его используют. Телескоп – это достаточно простая вещь. Зеркало, конструкция и движки, которые этой всей штукой управляют. Во время большой обзорной лекции ребята включились в разговоры и задавали вопросы главе. Встреча с крупнейшим в Евразии оптическим телескопом БТА состоялась. Гостей помимо масштабов увиденного поразила история телескопа. Ну и сразу, выйдя из здания, дети стали делиться впечатлениями от увиденного. Многие из них хотят связать свою дальнейшую жизнь с наукой. Больше всего впечатлил масштаб самого телескопа и обсерватории. Было очень интересно и мы очень благодарны конкурсу «Большая перемена» и нашей региональной команде за такую возможность побывать здесь. Очень понравилось то, что в будущем и глава выразил надежду, и наш экскурсовод выразил надежду на то, что эти выставки будут в дальнейшем осуществляться. Это, конечно, очень завораживает, потому что, когда мы увидели масштаб, мы просто не ожидали такого. И очень хорошо, что нам рассказали все очень понятным языком. Мы узнали, как осуществляется съемка. Мы смогли познакомиться и увидеть даже макет этого телескопа. Поэтому, мне кажется, такое не забудется и мы обязательно приедем снова. Затем экскурсия продолжилась в планетарии звездного поселка Буково. Здесь ребята отдохнули. Им создали атмосферу звездного неба и показали документально-познавательный фильм. Альбина Ламкова, Ислам Мурумов, Вести Корчаева, Челькесия, Зеленчукский район. Реабилитация на дому. В республике действует социальная программа, которая дает возможность устроить детям с ограниченными возможностями здоровья микрореабилитационный центр прямо у себя дома. В рамках ее реализации 140 семей смогут обучиться правильному пользованию специальным медицинским оборудованием и заодно подлечить здоровье детей. О том, что предусматривает данная программа, узнавала Фатима Даурова. Аул Псаучедахе Хабесского района. Взнойный полдень на улице никого. Все прячутся от жары. Но в семье у Нароковых витает атмосфера ожидания важных гостей, которые пришли не с пустыми руками. Навстречу к ним выходит Аскер. В свои 16 лет он может передвигаться только с помощью других людей. Детский церебральный паралич. Диагноз, который забрал у ребенка, его здоровье и шанс на задорное детство, как у его сверстников. Ему сложно контролировать движение и удерживать позу. Улучшить качество жизни ему помогут постоянные занятия лечебной физкультурой и специальное медицинское оборудование, которое сегодня принесли работники реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья «Росинка». Привезли вам оборудование. Оборудование приобретено за счет гранта детского фонда российского. Оборудование вам дается на время, абсолютно бесплатно. Единственное просьба – пользоваться им по благо ребенка и вернуть нам в сохранности. Арсен Ионов, инструктор ЛФК, давно работает с особенными детьми. И с Аскером у них сразу же сложились доверительные отношения. Инструкторы-подопечные слаженно выполняют лечебные и физические упражнения. И, судя по улыбке Аскера, они ему по душе. Сегодня у них особая программа. Им нужно освоить упражнения в нейроортопедическом пневмокостюме «Атлант», который является одним из последних достижений в отечественной промышленности в области медицины. Свойства костюма создают антигравитационные механизмы для работы мышц, восстанавливает их тонус и увеличивает силовые качества. Он может одеваться и применяться для пациентов в лежачем положении. Мы видим автоматически уже нога прямая. Это я только до бедра зафиксировал шнурок. А если мы полностью зафиксируем, до конца завяжем, сейчас посмотрим, уже нога будет прямая. Это уже результат автоматический. Просто даже ребёнку ничего не надо делать. Для Аскера примерять такой наряд в новинку. Поэтому опытный инструктор следит за настроением и состоянием ребёнка, каждый раз спрашивая о его самочувствии. Аскер, не туго, не больно нигде? Нет. Всё зажимает нормально, в меру, да? Если что-то больно, ты сразу скажи, хорошо, мы здесь расслабим или здесь расслабим. Полетим в космос? Да. Костюм в виде плотно облегающего комбинезона снабжён натяжными устройствами и надувными трубчатыми камерами, расположенными вдоль конечностей и туловища. Весь процесс действительно напоминает тренировки космонавтов перед полётом в космос. И пошёл процесс надувания здесь. Видите, уже нога упрямляется. И здесь очень большой эффект. Достигнутый таким образом корсет обеспечивает удержание вертикальной позы и корректирует правильную осанку. Уже практически выпрямилась сёла и стоит на ногах сам, самостоятельно. Молодец. Теперь вяжем и отдохнём. Аскер, ложись и отдохни. Программа реабилитации на дому сможет предоставить возможность десяткам таких ребят, как Аскер, получить нужную физиотерапию и лечение дома. Ты доволен? Да. На определённый срок семям на пользование будут предоставлены пневмокостюм, тренажёр для мышц кисти и пальцев и магнитотерапевтический аппарат «Алмак-1». Оборудование будет в семьях по очереди. Это очень большой подспорь для семей, очень большая помощь к нам. Если дети занимаются дома, то они к нам будут приходить более раскрепощённые, незажатые. Это вообще очень хорошее дело для всех нас и для наших детей. Особое состояние Аскера, конечно же, отразилось на жизни всей семьи. 16 лет они борются за здоровье своего мальчика. Их главная цель – сделать его счастливым. И регулярные занятия лечебной физкультурой – важный компонент этого состояния. Фатима Дурова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабецкий район. Своё 20-летие отметила российская телевизионная и радиовещательная сеть – самая крупная в мире цифровая сеть эфирного телерадиовещания. Каких результатов достигла РТРС к своему юношескому возрасту в репортаже Аллы Динаевой? Российская телевизионная и радиовещательная сеть – очень крупная организация. В неё входят 75 филиалов, которые расположены во всех регионах России. Итог работы за 20 лет – это, конечно, создание сети цифрового эфирного телевизионного вещания. В десятые годы началось строительство. Была создана федеральная целевая программа, разработанная правительством Российской Федерации. И по указу президента, единственным исполнителем этой программы была назначена российская телерадиосеть. В результате этой деятельности и строительства данной сети было построено 5040 объектов по всей территории России, которые вещают и размещают 10 434 телевизионных цифровых передатчиков. А в нашей республике возвели 45 объектов телевизионного вещания, и 99,8 жителей Крачево-Черкесии получили цифровое эфирное вещание. РТРС внесена в перечень стратегически важных объектов. Наши объекты используются всеми силовыми структурами. У нас размещается оборудование и Министерство обороны, оборудование ФАПСИ, оборудование ФСБ. Все операторы связи участвуют у нас в аэронавигации. Что касается радиовещания, в 2018 году 1200 радиовещательных объектов было модернизировано на территории нашей республики. 16 объектов передатчиков радио России переведены в ФМ-диапазон. В городе Черкесске смонтированы передатчики радиостанции «Маяк» и радиостанции «Вести-ФМ». Таким образом завершили программу по модернизации. А это зал мониторинга, где дежурные оперативного управления и дежурные цеха Черкесск контролируют всю сеть по республике теле- и радиовещания. Целый день вы смотрите, можно сказать, на мониторах практически все вещание. Потом есть дома желание смотреть телевизор? Ну как, работаю 27 лет, вот, знаете как. Домой приходишь, как бы на автомате все. Здесь на автомате все смотришь, пропадание где-то, что-то уже все сконцентрировано, внимание. Кто работал здесь? Папа. Папа, он работал здесь с 81-го года. На пенсию ушел, почти 80 лет ему было уже. Ну, мы продолжаем. Ну и брат работает еще. А вы сколько лет работаете? 25. С региональными властями заключен договор по тому, что мы выдаем сигналы экстренного оповещения населения ГОЧС. То есть при необходимости оповещения населения нам приходит заявка от МЧС. И дежурная оперативная смена занимается выдачей этих сигналов в эфир по всей республике. Самая крупная в мире цифровая сеть эфирного телерадиовещания отмечает 20-летие. А основная задача профессиональной и слаженной команды – это качественная эксплуатация созданной сети и не останавливаться на достигнутом. Я бы хотела поздравить всех работников российской телерадиосети с замечательным праздником. Пожелать им выполнения всех намеченных планов, которые у нас амбициозные планы, большие. И я думаю, они будут успешно решены. Безусловно, хочется пожелать, чтобы контент, который распространяют наши технические средства, содержал больше позитива. И телезрителям мы приносили хорошие вести, добавляет директор филиала РТРС Жанна Ткаченко. Аладдинаева, Олег Бастанов, Вести, Карачево, Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всероссийская государственная телерадиовещательная компания, правительство Ярославской области и государственная телерадиокомпания Ярославия представляют. Старинный и вечно молодой город на Волге. Ярославль, столица Золотого кольца России, вновь собирает тех, кто гордится своей малой родиной. Ее уникальными природными памятниками, местными традициями, богатой историей и талантливыми людьми. С 26 по 28 августа Ярославль примет финалистов 4-го Всероссийского фестиваля телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России». Выберите свою номинацию на сайте вестидефис.ярославль.ру Налоговая служба информирует о рейдах по выявлению предпринимателей, торгующих на розничных рынках без применения контрольно-кассовой техники. Предприниматели, обязанные применять по виду своей деятельности контрольно-кассовую технику, должны ее установить и выдавать чеки покупателям при продаже товаров и оказании услуг на розничных рынках. На чеке обязательно должен быть QR-код, позволяющий проверить подлинность документа. Контрольные мероприятия проводятся в рамках проекта Федеральной налоговой службы по работе с недобросовестными продавцами на рынках и только в отношении не применяющих онлайн-кассы. В государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия» требуется звукорежиссер со знанием и опытом работы с микшерными пультами и программами. Обращаться по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51, или по телефону 2204-75-2205-47. В общественной палате «Карачаево-Черкесия» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Общественной палатой Республики и Общественными советами муниципальных районов и городских округов. Соглашение подписано в целях обеспечения наблюдения за проведением голосования при проведении выборов депутатов Государственной Думы 8-го созыва, проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, подсчеток голосов и установлением его итогов. Стороны намерены развивать партнерские отношения и объединить усилия для реализации прав граждан на участие в наблюдении при проведении выборов. Во-первых, это соглашение в первую очередь нацелено на прозрачность выборов, ведь общественные наблюдатели были делегированы именно общественными советами. Поэтому во многом работа наших наблюдателей, их качественная работа, зависит не только от Общественной палаты именно Карачаева-Черкесии, но и от работы общественных советов. Поэтому мы сегодня поработаем с председателем. Сегодня у нас помимо подписания соглашения будет еще небольшой семинар, работа по качественной работе, соответственно, общественных советов. Шахриза Богатырева известна в Республике поэт, писатель, переводчик. Она много занимается просветительской деятельностью, ведет литературный салон. На встрече с Шерифат Лепшоковой Шахриза рассказала о своем творчестве и поделилась мыслями о состоянии литературы в нашей республике. Шахриза, ты первый в Республике поэт, писатель, переводчик с испанского, карачаевского, шведского языков. Много лет ты жила в Северной Европе и странах Карибского бассейна. Встречалась там с авторами, среди которых Великий Маркес. Расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом в твоем периоде и о твоей переводческой деятельности. Очевидно, они были как-то предначертано сверху. Мне действительно посчастливилось пожить в разных странах, много путешествовать. И самое главное, находиться в дорогой моему сердцу литературной среде. Среде, которая обогащает, развивает, расширяет кругозор, ментальность. Ну, собственно, сама ментальность не меняется. Меняется ракурс, меняется взгляд на многие вещи, казалось бы, привычные. И уже ставшие обыденными. С Маркесом я познакомилась, ну, совершенно случайно. Мой переводчик познакомил меня с ним в Мексике на одном из литературных мероприятий. Это был уже очень такой глубоко больной человек, который просто из любви к литературе находился на этом мероприятии, скажем так. Вот. И видно было, что он пришел через «не могу», пересилив себя. И вот в этом и есть суть настоящего литератора, настоящего писателя, когда он вопреки всему идет туда, где должен быть. Ты автор замечательных стихов. Гамзатов говорил, что весь мир принадлежит поэту. И это действительно так, мы убеждаемся в этом, читай твои стихи. Но я также знаю, что ты ведешь сиреневый салон, в котором открываешь новые имена. Это непросто. Литература Карачаева-Черкесии имеет очень богатое прошлое, достойное прошлое. Но каково, на твой взгляд, его настоящее? Состояние литературы Карачаева-Черкесии, на мой взгляд, профессионального литературного критика, обручающее. Литература, она существует как отдельные создаваемые произведения, ну, разного литературного и художественного уровня. То есть отдельные произведения, если их собрать в совокупность, возможно, когда-нибудь выльются там, в литературу Карачаева-Черкесии, вот, начало 21 века. Но литературной жизни нет. И когда нет литературной жизни, когда нет литературных сообществ, когда нет литературных организаций, школ, где литературных кружков, человек, собственно, даже если желает писать, у него нет, ну, самых алфавитных, самых азбучных знаний. Вот, и он пишет, ну, даже талант не всегда помогает. Вот, в этом я, да, наверное, убедилась лишний раз, когда создала салон. Сиреневый салон, на самом деле, по моему глубокому убеждению, очень нужное явление в литературной жизни Карачаева-Черкесии, вообще в жизни, потому что я поняла, сколько людей хотят то самое сообщество, которое хочу я, которое объединило бы нас, позволило бы жить по закону сообщающихся сосудов. Мы обогащаемся энергией, зарядами друг друга, и это, на самом деле, очень прекрасно. Что делает писатель, а писателем, помимо его образного взгляда на мир и умения выражать эту образность, это еще его кругозор. А что дает кругозор? Это, безусловно, путешествие, наблюдательность и начитанность. Человек, который много не читал, который не соприкасался с образностью, метафоричностью другого автора, он никогда не сможет развиваться сам, потому что невозможно из ничего сделать что-то. И, естественно, когда у человека нет кругозора, соответственно, и мысль спутная, он не может ее оформить красиво, поэтично, художественно, образно. Есть у нас талантливые авторы, и я не могу о них не сказать, ну, в частности, поэты, это Артур Кинчишалов, великолепный поэт. Это Женя Черняева, бесподобная у нее поэзия, образно такая прибалтийская, потому что наполовину литовка. Это Казбек Чигаров, у него вот такие вот эпохальные, я бы сказала, произведения. Что касается писателя самого, помимо, значит, кругозора, у него, да, что касается писателя, помимо его начитанности, кругозора, обширности знаний, еще вот есть такое свойство характера, которое встречается очень редко. И это встречается действительно у великих людей. Это широта души. Ну, для меня это очень важная категория. Человек широкой души, великодушный, который не смотрит ни на что, абсолютно ни на расу, ни на цвет глаз, ни на твою национальность, ни на что. Он просто или видит в тебе талант, способности, или их не видит. Человек великодушный, он будет помогать всеми силами. Мне повезло в моей жизни, я встречала таких людей кришки. Это Белял Лайпану. Это воплощение вот этого великодушия. Это Маркис, с которым мне несколько, немножко пришлось пообщаться. И в последнее время это любовь Казарновская. И вот таких даже редких, таких редких примеров достаточно для того, чтобы у тебя уже была такая путеводная звезда, на которую ты хочешь ориентироваться. Надо быть таким. И тогда будет литература. Она не делается из каких-то отдельных фрагментов, из каких-то отдельных малодушных людей. Это когда мощное движение, которое включает в себя ум, образование, и вот это вот широту души, эту самую, это будет тем самым мощным литературным потоком, который, может быть, через какое-то время обозначится литература Карачаева-Черкесии. Этот поток будет назван литературой Карачаева-Черкесии начала 21 века. Ты много публикуешься за рубежом, открываешь для испаноязычного читателя мир Кавказа, мир Карачаева-Черкесии, свой Карачай. А какой он для тебя? Являясь абсолютным гражданином мира, я бесконечно предана своему народу и своему Карачаю, и своему аулу Учкулан. И где бы я ни была, я всегда говорю, я Учкуланская. И те устой, те правила, которые в меня закладывали наши старики, они будут неизменны, я им не изменяла никогда. Вот устойам Карачаевского своего народа. Я им была предана всегда, и я каждый раз убеждалась, насколько у нас великолепные обычаи, когда мне за границей говорили, у тебя имя королевское. Ирис коммана рейна, ты сама как будто королева, ведешься по-королевски. И это было лучшим подтверждением тому, что да, наши исконные карачаевские обычаи, они великолепны. Что касается, на каком языке я пишу, и свободнее изъясняю свои мысли, я хорошо говорю на карачаевском языке, но литературный язык, письменный, я пишу только на русском языке. На каком я думаю, я думаю на карачаевском языке, естественно, будучи абсолютно карачаевкой. Но оформляю я эти мысли лучше по-русски, русским языком, который люблю биоспанично, потому что это очень богатый, очень оттеночный язык. Как раз мы заговорили о языках, но я люблю испанский язык, потому что я люблю испаноязычный мир, он мне более понятен. При всей своей закодированности латиносы, латиносы, ну, трагическая история, их научила так вот внутренне кодироваться. Они при всем при этом читаемы, потому что они южане, они выросли под южным небом, я тоже южанка, я как-то их на каком-то вот таком, я не знаю, климатическом что ли уровне чувствую. Они доброжелательны, они вежливы, вопреки всем стереотипам, вопреки расхожим фразам. Ну, собственно, рисуют же страшным Кавказ. Хотя таких открытых людей, как на Кавказе, люди всех национальностей, я не встречала нигде, мы улыбаемся душой. Мы можем откликнуться всей душой на доброе слово, искренне, мы искренне. Вот. Мексика, Мексика — это моя душа. Собственно, вот из изгажки. Моё сердце принадлежит в Карачао. Моя душа — это Мексика. А вот ум рациональный, прагматичный, он, конечно, будет принадлежать Швеции. И, собственно, об этом я и писала в одном из своих эссе, который называется «Будни велосипедиста». Вот. И вот проведя эту параллель, я как-то вот сама для себя поняла, собственно, нет ли у меня вот такой расстроенности. Нет от слова «троиться». Я не троюсь, не двоюсь. Это у меня очень органично вот в этом троемирии. И так получилось, что да, эти «Будни велосипедиста» перевели в Мексике и в одном очень известном журнале электронном, сейчас это выходит книгой, и там писатели 130 стран мира. И это очень приятно, когда среди этих писателей со всего мира стоит там Шахриза, Боготарева, Россия, Карачаева, Черкесия. Ну, я не идеализирую, я не сторонник того, чтобы идеализировать свое прошлое, вообще сделать из него какой-то культ. Не сторонник идеализировать вообще нашу жизнь, потому что я ее знаю со всеми плюсами и минусами. Но вот рассказать о том, что кавказцы, вот нашу особенность, а у кавказского человека очень много положительных качеств, вот это я хочу, Мер, у нас широкая душа, мы великодушны. Вбитая с детства мораль и карачаевского народа, и кавказская мораль, и русской литературы, которая отличала высокая целомудренность. Русскую литературу отличает высокая целомудренность. Но писатель он не может быть равнодушным, потому что он через все свои фибры пропускает. Он совсем иначе устроен. Вот там уже где-то было так вот, когда он только там появлялся и во вселенной, там где-то он был задуман, он уже был задуман таким, с такой вот все чувствующей душой. И рассказывая о Кавказе, я буду говорить только о хорошем, потому что есть у нас много чего хорошего. У нас мужчины, мужчины, вы понимаете, очень мало маскулинности осталось в мире. Это ужасно, это ужасно. И только даже раздражаясь в виде своих соплеменников, я вижу в них мужчин. Я не вижу бесполых существ, от которых просто сжимается душа, при виде которых. Я буду рассказывать о том, как бесконечно мудры обычаи наши, не только карачаевские. Народ без мудрости не был бы народом. У каждого народа есть своя вековая мудрость. Я говорю о карачаевской, потому что я росла в этой среде. В этом величайшая ответственность писателя, быть летописцем своего времени, быть критиком и быть проводником. в будущее. И это ему дается зачастую. Он проносит через века. Спасибо. Спасибо тебе большое. В Донбайе прошли альпинистскую подготовку участники проектов «Связки». Данный проект посвящен восстановлению культуры горных восхождений, заложенных еще в советское время. Он направлен на возрождение отечественной школы альпинизма, которая подарила миру большое количество именитых мастеров. С подробностями Аслан Гирюгов. Участие в альпинистской подготовке приняли около 30 человек. Ими стали члены клуба «Штурм» из Санкт-Петербурга. Альпсборы проходили с 20 июля на базе комплекса «Старый Донбай». За это время участники проекта «Связки» прошли акклиматизацию и нашли забытые маршруты советских альпинистов. Организаторы отметили, что у данного проекта много задач, основными из которых является возрождение школы альпинистских восхождений, которая была в Советском Союзе. Кроме этого, они хотят популяризировать данный вид спорта и привлечь к нему как можно больше людей. Очень хочу, чтобы та массовость, которая была отличительной карточкой советского горного спорта, вернулась в наши времена. Чтобы молодежь совершала не виртуальные восхождения, а совершенно реальные. Чтобы они видели окружающий мир таким, какой он есть. Мы все знаем про Эверест, мы все знаем про очереди, мы все знаем и смотрим блокбастеры про несчастные случаи в горах. А я хочу показать горы привлекательными, интересными, серьезными, красивыми, такими, в которые хочется ходить. Для участников проекта был создан импровизированный лагерь. За все время альпинисты совершили больше 30 восхождений. Они отметили, что после популяризации данного вида спорта Донбай будут узнавать не только как горнолыжный курорт, но и как отличное место для восхождения и активного отдыха в горах. Помимо этого, участники в сборах приняли ветераны данного вида спорта, которые рассказали о важности его возрождения. Советская школа альпинизма была характерна тем, что это был интеллектуальный спорт. Практически этим спортом в основном занимались люди, имеющие высшее образование, студенты разных вузов. А дальше, втягиваясь в этот альпинизм, уже не могли его бросить. И я думаю, что сюда альпинизм должен вернуться, потому что сюда достаточно близко ехать, попасть сюда, в Донбай. Здесь уже хорошая дорога. И здесь очень много хороших маршрутов, на которых альпинисты могут получать удовлетворение от восхождения. Мы бывшие советские люди. Мы выросли в АССР. И тогда альпинизм был массовым видом спорта. Сейчас, знаешь, мне 82, а начал я в 18. И чего только не было. Ну, главное, что все живы, все пальцы в силу. Организаторы отметили, что с данным видом спорта невозможно попрощаться. Те, кто покорял горы единожды, никогда не смогут забыть этих ощущений. Но очень важно в горах всегда быть бдительным, ведь, как известно, они не прощают ошибок. Обязательно нужно проходить подготовку и быть готовым как физически, так и морально. Стоит также помнить о своих товарищах и помогать друг другу. Ведь именно таким образом данный спорт сплачивает людей. Аслан Гирюгов, Мухаммед Ашбогов, Вести, Карачаево, Черкесия, Донбай. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами. До встречи. КОНЕЦ Сезон свадеб начался, и мы готовы бросить букет с счастливчиком. Новая серия элегантных диванов «Ангажемент» в нежных цветах безусловно подойдет для молодой семьи и будет радовать долгие годы. Подарок до минус 30% в августе ждет всех. «Ангажемент». Мебель. Интерьерные решения. Город Черкесск. Улица Октябрьская, 392. Всероссийская государственная телерадиовещательная компания правительства Ярославской области и государственная телерадиокомпания Ярославия представляют Старинный и вечно молодой город на Волге Ярославль, столица Золотого кольца России вновь собирает тех, кто гордится своей малой родиной. Ее уникальными природными памятниками, местными традициями, богатой историей и талантливыми людьми. С 26 по 28 августа Ярославль примет финалистов 4-го Всероссийского фестиваля телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России». Выберите свою номинацию на сайте Вести Дефис Ярославль.ру В государственную телерадиокомпанию Карачаево-Черкесия требуется звукорежиссер со знанием и опытом работы с микшерными пультами и программами. Обращаться по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51 или по телефону 2204-75 2205-47 Субтитры создавал DimaTorzok